Кругом наши Огромную железную челюсть С тех пор, когда Ясон жевал, вся Греция Знала об этом и очень ругалась, потому что Не могла уснуть. Но сейчас не об этом А о Демисе Русосе Выбитые зубы Ясона так бы и остались лежать В колхитской земле, если бы не генеральный Секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев Следуя его указаниям, большую часть Грузии, в том числе и этот пол Засеяли кукурузой и обработали новейшим Удобрением, случайно полученным при Разработке ракетного топлива Уже через два дня на поле колосились Восемиметровые колоси кукурузы, которые Клевали гигантские вороны с размахом крыла До шести метров. А на третий день Пророс один из зубов Ясона И к вечеру на стебле, напоминавшем позвоночник Висел 120-килограммовый бородатый Младенец лет примерно 20 на вид А Русоса подобрали работавшие В поле Софико Чуаурели, Котема Харадзе Нонага Приндашвили и Майя Чабурданидзе Они отнесли его в деревню, где Зураб Саткилавы и Надя Бригвадзе начали учить Мальчика пению В деревне Демиса очень любили И когда кто-нибудь из сельчан Возвращался домой из поездки, он обязательно Дарил мальчику какой-нибудь сувенир Так Саткилава привез ему верхнее до Взятые им в ласкало И вот однажды В деревню приехал Афинский национальный Древнегреческий театр имени Одиннадцатого подвига Геракла По ходу спектакля актер, исполнявший роль Эдипа Был удален за грубую игру и пререкание Судьей. И тут вдруг Демис с места прочитал вместо него Огромный монолог Эдипа на чистейшем Древнегреческом языке, а потом спел шуточную Песенку на музыку Микоса Теодоракиса Восхищенные зрители пытались Качать его, но весил он к этому моменту Уже 270 килограммов И после того, как под ним погибло 3 человека Бросили это занятие, отчего погибло Еще 2 человека. А режиссер театра Решил во что бы то ни стало перевести Русоса На историческую родину и вскоре того Отправили в Афины двумя трейлерами Под видом дивана и двух кресел Дальнейшая судьба Демис Русоса Известна всему миру Остается добавить, что через много лет Русос посетил Колхиду И поставил там памятник Ясону Натягивающему лук на голову Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok